Вставай, рыжий мышонок! Погоня ещё не окончена! А какой смысл? Я ведь всего лишь мышь! Жалкое зрелище! Нашла! Он мёртв? Какая жалость! О, он ещё жив, сёстры! Его грудь вздымается! Кхе-кхе-кхе! А? Что? И снова здравствуй! Просто сделайте всё быстро! Мы не собираемся есть тебя, глупенький! Мы бы никогда не поступили так! Наш храбрый рыцарь просто обескуражен потерей своего верного скакуна! Как по мне, так не похож он на рыцаря! У него даже меча-то нет! Вполне сойдёт! Вот так! Вставай! Подъём! Подъём! Я торжественно провозглашаю вас рыцарем, сэр... Эм... Напомни, как тебя зовут? Викс! А, точно! Эм... Я торжественно провозглашаю вас рыцарем, сэр Викс! Вставайте же и... Ох, такими темпами он никогда не выполнит своё задание! И никогда не убьёт дракона! И не спасёт свою даму сердца! Спасу! Как я это сделал? Я ведь всего лишь мышь! Мне никогда не добраться до неё! Да и, скорее всего, она уже мертва! Уходите! Оставьте меня подыхать в этой грязи! Но ты ведь так близок! Будет обидно, если ты сдашься сейчас! Близок? До моей жизни не хватит, чтобы до неё добраться! Ой, Ли! Речка протащила не только тебя, а по своему течению! Что? Твоя подруга совсем рядом, но времени мало! Пикт! Рядом! Где она? Погоди! Впереди подстерегает опасность! А любому хорошему рыцарю полагается оружие! Хм... Думаю, для тебя это скорее копьё, а не меч! Скорее! Нам сюда! Ох! И куда это меня занесло? Кажется, я слышу шум реки где-то в той стороне! Должно быть, теперь я ближе к дому! Вот! Видишь? Пикт! Стой! Пошёл прочь! Хья! Ох! Что же, всё прошло просто ужасно! Я же говорила, что это не сработает! Не могу смотреть! Викс! Нет! Этим мечом нужно колоть! Не резать! Колоть! Колоть! О! Викс! Ой! Ой-ой! Хья! А-а-а! Пикт! А-а-а! А-а-а! Паучай! Паучай! Пикт! Ай! Держу! Ой-ой! А-а-а! Быстрее! Викс камень! А-а-а! А-а-а! Почти получилось! А-а-а! 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 Ох, Викс, я и не думал, что я тебя снова увижу! Я знал, что я найду тебя! Но как же тебе удалось сбежать от ястреба? Долгая история! Я... А-а-а! Сзади! А-а-а! Что вы сделали с нашим питомцем? Неважно, мы вами займемся! А-а-а! Вот они! В атаку! А-а-а! Ты поплатишься за свое предательство, птица! Улетаем! А-а-а! Куда мы держим путь? Летим к темному! Мы должны принести ему благие вести! А-а-а! Отлично сработано, сестра! Спасибо! Пойдемте, думаю, наш малютка-чемпион дальше справится сам! А-а-а! Все в порядке, Викс, это друзья! И снова здравствуй, мышка! Хоть мы и ищем выживших, но тебя мы уже и не чаяли найти! Снэк, ты жив? Ну, конечно! Какие-то птицы мне вовсе не чета! А что с плотиной? Уничтожено! Боюсь, беженцам снова нужно искать новые дома! Ложь король расстроится! Король мертв! Ложа обрушилась и погребло под собой короля, а вместе с ним и его амбиции! Сейчас у власти Аркен! Что вы намерены делать? Отправимся на север, взяв с собой всех, кто пожелает! Будем строить новую плотину выше по течению! Не настолько большую, как эту! Нам следует поторопиться, чтобы опередить волков! Ты с нами? Нет, мне нужно домой! Понимаю! По... Волки! Бобры! К воде! Плывем обратно к верховьям! Дайте этим двоим плот! Вам будет безопаснее на воде! Если ваша колония еще цела, то река быстро донесет вас до туда! Осторожно, мисс Мышка! Не забывай проверять небеса! Вода не защитит тебя от птиц! С тобой все будет в порядке, Снэк? Со мной? Ну, конечно! Могу поспорить, что мое старое дерево больше не затоплено! Схожу, проверю! До свидания, мисс Мышка! Скорее! Нужно вывести беженцев! Удачи вам, мышата! Не нравится мне все это! Что насчет той змеи? Скорее всего, ее смыло вниз по течению! Эх! Если она объявится, мы проткнем ее вот этой штукой! Никогда раньше мне не доводилось управлять плотом! Вроде получается неплохо! Викс, ты все это время искал меня? Разумеется! Дело в том, что меня так и так загнали в лес! Так что я решил, что можно и тебя поискать, раз уж я рядом! Все уже позади, скоро мы будем дома! Подожди, ты ведь знаешь! Это все Решер! Он натравил на вас котов! Он спланировал эту засаду! Засаду? Ну, конечно! Пикт, нет никакого грузовика с едой! Я лично побывал в указанном месте! Что? Значит, наша последняя надежда? Викс, мы должны спешить! Я боюсь, что с колонией могу произойти что-то ужасное! Мой отец в опасности! Надеюсь, что еще не поздно! Не волнуйся, Пикт! Мы доберемся вовремя! Крррр! Плотина уничтожена! Путь расчищен! Видела бы ты его Пикт! Он огромный! И у него громадные ветвящиеся рога! Подожди, а я тебе рассказывал про гигантскую черепаху? Таких больших я никогда не видел! Да лася ей, конечно, далеко, но тем не менее, она была довольно крупной! Сначала я подумал, что это огромный камень! Хотя, помощи с нее и было, как с камня! О, а ты знала, что некоторые белки умеют летать! Одна вылетела из ниоткуда и скинула меня с головы атласа, а потом... Пикт, ты в порядке? Что не так? Ты был прав, Викс! Мышам здесь не место! Помощи нам в лесах не найти! О, ну, может и так! Но мыши могут выжить почти где угодно! Я лично видел диких в лесу, как ты и говорила! Хотя, эти мыши наверняка все утонули из-за наводнения! Но до этого момента у них все было хорошо! Да и у нас все неплохо! Неплохо? Да хуже никогда не бывало! Все вокруг пытаются нас сожрать! Но не прям все! Эх, может нам и правда стоит отправиться в город, как предлагал Решер? Нет, мы не можем туда пойти! Я видела город, когда меня нес ястреб! И он... Он выглядел ужасно! Что же, твой отец наверняка что-нибудь придумает! Как придумывал всегда! Ну, блеск! Вся река перегорожена! Кажется, нам придется дальше идти пешком! Эть! Нужно спешить, Викс! Времени у нас в обрез! Тем временем в лесу стая волков плетется по пересохшему бобриному озеру в поисках дичи! Те, кто жили на острове, уже наверняка сбежали куда-нибудь на север! Нам никогда не нагнать их, если мы и дальше будем плестись с такой скоростью! Мы все передохнем в этой грязи от голода, прежде чем найдем хоть кого-то! Лучше бы нам повернуть назад! Мы идем туда, куда я велю идти! Ты обещал, что мы будем пировать! Шевелите лапами, если хотите жрать! Эреб, мы вернулись! Как раз вовремя! Вы нашли его? Мы напали на след лося и выследили его на другой стороне реки! Он был ранен и истощен, но боевой запал в нем не потух! Наших сил не хватило, чтобы его убить! Слушайте все! И если вы так хотите мяса, то убьем же этого лося! Его хватит на всех! Вернемся за остальными позже! Вперед за лосям! Кто-то посмел вторгнуться в мои владения? Это не мы куда-то вторглись, а ты, волк! Невозможно вторгнуться на собственную территорию! Это не твоя земля, и здесь ты надолго не останешься! Мы видели это, твой конец близок! Она грядет! Кто? Ваша хранительница! Ха! Я не боюсь ни призраков, ни ваших глупых росказней! А стоило бы! И не только ее тебе следует опасаться! Хватит болтать! Рано или поздно я вас найду! Но сейчас мне пора на охоту! Сюда! Скорее! Бегом на ту сторону! Уф! Ты цела? Да! Тогда вперед! Странно! Они не преследуют нас! Гляди! Филин! Думаешь, он нас видит? Если мы его видим, то и он нас тоже! Готовься! Разделимся! Обоих он не сцапает! Не бойтесь этой старинной штуковины мышата! Видите ли, она сделана из дерева! Люди ее там поставили, чтобы она отпугивала птиц! И, возможно, мышей! Ну что, перестали бояться? Приветствую вас! Вы, должно быть, пришли из лесов? Не думал, что кто-то из ваших там выжил! Оу! Ты ведь истребиная наездница! Что? Я видел тебя, когда ты здесь пролетала! Правда? У тебя крайне хорошее зрение! Да, да! Вы двое наверняка вымотались! Пойдемте за мной! Другие уже там! Другие? Эта крыса огромная! Они зовутся опоссумами! Оу! Они опасны? Сейчас и выясним! Идите, не бойтесь! Нам сюда! Вода притащила с собой кучу мусора! А также оттолкнула великого зверя на колесах чуть дальше от входа! Стало удобно! Нам внутрь! Быть не может! Сколько же здесь еды! Как это вообще возможно? Не знаю, кажется, люди почему-то ее оставили! Смотри, здесь еще кто-то есть! Эй! Это же лосиная мышь! И его подружка! Привет еще раз! О! Это вы! Добро пожаловать! Минка! Ты жива? Да, жива и здорова! Я думала, что наводнение нас всех утопит, но почти всех смыла сюда! Что, плотину таки прорвало? Тупые бобры! Здесь так много еды! Это правда! Думаю, скоро объявятся другие выжившие, но даже учитывая это, ее хватит надолго! Викс, тут еды на месяцы вперед! Можно привезти сюда наших! Думаю, да! Но что мы будем делать, когда еда снова закончится? Ее должно хватить до тех пор, пока эти странные времена не закончатся! Это вряд ли! Погода не изменится, покуда тень не отступит и не придет хранительница! Эх, не слушайте бредни этого старого опоссума! Вы двое наверняка совсем обессилели! У нас тут есть место, где можно отдохнуть! И можете брать любую еду! Спасибо, но нам нужно спешить домой! Минка права, сначала нам стоит отдохнуть, путь не близкий! Ну, да, ты прав! Отдохнем несколько часов! Вода постепенно уходит из дома, где обосновалась колония! Рэшер и его прихвост не подводят итоги! Мы нашли скека, он всплыл из подвала! И воняет еще хлеще, чем при жизни! Подвал полностью затопило! Там был наш схрон! Схрон! Ты что, там складывал еду, Рэшер? Ну, да, мы прятали там некоторый запас еды! На случай, если совсем прижмет и кто-нибудь опустошит хранилище! Мы оберегали их для путешествия в город! Для чего же еще? Отлично сберегли! Да, к несчастью, теперь еды точно на всех не хватит! Придется оставить здесь слабых! Все идут в город! Таков был уговор, Рэшер! Если нам понадобится больше еды, мои разведчики найдут ее по дороге! Хорошо, Кэссел, будь по-твоему! Но медлить больше нельзя! Старейшины во главе со старпером Оримом все никак не перейдут от болтовни к действиям! Я работаю над этим! Я тоже! Снова разлегся! Хватит с тебя беготни! Как скучно! У нас есть все, что нужно! Я могу, наконец, остановиться! Ты знаешь, что это ненадолго! Придут другие! Голодных ртов вновь станет с избытком! У вас слишком много! Вы плодитесь, как мыши! И что вы будете делать, когда еда снова кончится? Отдыхать можно лишь мертвецам! Продолжай двигаться! Или умри! Что? Это был просто сон! Не спится, рыжий мышонок? Что-то тебе не дает покоя? Апосум, что ты там говорил о хранительницах и тенях? Деревья шепчут предсказания тем, кто способен их услышать! И ты можешь их слышать? Нет! Но ты знаешь тех, кто способен на это! Ты их встречал! Ведьмы? Да! Временами я тоже говорю с ними! Они говорили что-то о хранительнице! Именно! Они говорят, что она никак не выйдет из логова! Говорят, что над ней тяготеет проклятие! Проклятие? В довесок ко всему уже сказанному? Я ничего не понимаю! Может, грядущего я и не знаю, но могу поведать, как все стало таким! Более или менее! Вдруг это поможет? Когда-то давно у леса была великая защитница, что надзирала за ним! Императрица! Никто в лесу не осмеливался бросать ей вызов! Годами она защищала лес и прогоняла от него волков! Также она умела быть скрытной! Немногие люди знали, что она жила здесь! А те, кто знали, держались подальше! У императрицы был преемник, маленький принц! Он был любимой матерью и лесными жителями! Лесным обитателям не приходилось опасаться чужаков! Но далеко-далеко в городе что-то стряслось! Не знаю, что именно произошло, но люди впали в ярость! Я наблюдал, как они били друг друга на улицах! Их безумие оказалось заразным, потому что вскоре оно охватило весь мир! Наконец, совершенно сойдя с ума, они объявили войну самим звездам! Направив в их сторону свое самое мощное оружие! Но и у звезд было такое оружие! Оружие? А какое у них было оружие? Хм... Как бы тебе объяснить? Волки! Это были великие волки! Со звезд спустились трое волков, и у каждого была своя стая! Я видел их! Волков? Не просто волков! Первой спустилась огненная волчица, самая ужасная и могучая! Матерь остальных волков! Ее пылающие когти вонзились в город! Огненная волчица? Да! Ее вой смял человеческие постройки, а стая ее пожрала всех людей в городе! Я узрел ее, и не только я! Одних она лишила зрения, других же рассудка! Одним своим видом! Многим было плевать на людские разборки, но императрицу они тревожили! Ее тревога была обоснованной, ведь все только начиналось! Следом пришел второй волк, небесный, и он проглотил солнце! Его стая пронеслась по лесам, убивая и растения, и животных своим ядовитым дыханием! Они забрали многих, но ничья смерть не принесла столько скорби, как смерть маленького принца! Великая императрица не смогла вынести груза печали! Она ушла в свою пещеру, и с тех пор ее никто не видел! Многие считают, что она мертва, однако ведьмы утверждают иное! Как бы то ни было, после этого стало очень холодно, помнишь? Помню! Это случилось из-за того, что императрица нас покинула! Она не просто защищала лес, она вдыхала в него жизнь! Теперь же пришел третий, великий волк, Эреб! Он и его стая рыскают в поисках того, что еще живо в нашем мире! Он тень своего брата на небе, и он будет кормиться последними крупицами умирающего мира до тех пор, покуда не пожрет его весь, без остатка! Его никто не может остановить? Даже хранительница? Ты уже забыл о проклятии! Ведьмы говорят, что его наложил именно теневой волк! Она сможет покинуть пещеру только когда он умрет! А пока длится его правление и ее сон, погода не изменится! Но кому под силу убить волка? Кое-кто может! Атлас! Ну? Эй, вот ты где! Тебе нужно было меня разбудить, пора двигаться дальше! И снова здравствуй! О, ты не спишь, Пикт? Да, думал, пора идти! Спасибо за рассказ, Апоссум! Нам пора домой! Спокойной дороги, мышата! Что он там тебе наговорил? Я и сам не до конца понял!